Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рассмотрим сегодня создание приложения «Загрузку данных» в Кликсенс. Кликсенс обладает огромным количеством инструментов и поможет вам связать данные из разных источников, быстро найти ответы на интересующие вас вопросы, рассчитать нужные показатели, визуализировать данные, на лету построить отчеты без привлечения программистов. Итак, сегодня давайте рассмотрим, как создать приложение и загрузить в него данные. Запускаем программу «Герлык на рабочем столе». При открытии программа предлагает нам создать новое приложение, мы нажимаем эту кнопку. Спрашивает, как его назвать. Назовем приложение «Sales Analysis». И открываем приложение. Для того, чтобы нам построить визуализацию, рассчитать показатели по данным, нам необходимо эти данные сначала загрузить в наше приложение. В вашем письме будет два файла. Это файл «Customers» и «ClickSense Workshop». Давайте первым делом загрузим файл «Customers». Просто перетащите его в область программы и отпустите. Программа загрузит информацию из файла. Слева вы увидите название листов и название столбцов в каждой из таблиц. Здесь вы можете убрать ненужные столбцы, которые вы не хотите загружать, либо убрать ненужные листы, которые вы не хотите загружать. И нажмем кнопку «Завершить и загрузить». Информация из документа загружена в «ClickSense». Давайте добавим еще данных в наше приложение. Для этого нажмем кнопку «Добавить данные». «ClickSense» предлагает загрузить данные из разных источников. Мы можем загрузить данные из баз данных. Мы можем загрузить данные из веб-страницы, из файла Excel, текстовых файлов и так далее. Также есть возможность получить данные из «ClickDataMarket». Это экономические различные данные, демографические, социальные, погодные и так далее. Давайте загрузим данные из нашего второго документа, Excel-файла, который приложен к письму. Просто перетащим его в область нашей программы. Слева мы видим все листы, которые у нас в нашем документе есть. И выделим их галочкой, загрузим информацию со всех листов по всем столбцам. И нажмем кнопку «Профиль». Кнопка «Профиль» помогает и подсказывает нам, какие таблицы как между собой связаны. И мы видим, что информация в одной таблице «Customer ID» связана с информацией в другой таблице «Others». Здесь также «Customer ID». И «ClickSense» автоматически связывает таблицы с одинаковым названием столбцов из разных источников. Перейдем в рекомендацию «Product and others». Здесь мы видим, что у нас нет связи между двумя столбцами, между двумя таблицами. Но у нас в рекомендациях есть поля со стопроцентным совпадением. И в одной таблице у нас поле называется «Products», а в другой таблице называется «Products». Мы знаем, что это одинаковые поля и хотим связать их. Для связи нам надо нажать на эту рекомендацию левой кнопки мыши и выбрать, как назвать нам данное поле. Мы можем связать данное поле под названием «Products» либо переименовать каждое поле, связать их под продукт. Либо сделать свое название другое. Свяжем данные поля под названием «Products». «Кликсенс» связала данные и обозначила это серым цветом. Нажимаем кнопку «Завершить» и «Загрузить». Теперь перейдем, нажмем кнопку «Компас» и перейдем в «Просмотр модели данных». Сохраним изменения, перейдем в «Просмотр модели данных». И здесь мы видим все наши таблички и как они друг между собой связаны. Мы можем нажать на любой таблице и внизу «Просмотрщики» увидеть, какая информация в этой таблице содержится. Мы можем нажать на любой столбец и увидеть информацию, которая содержится в этом столбце. Это первый этап работы с данными и работы с приложением «Загрузка данных в приложение». В следующих занятиях мы рассмотрим, как визуализировать данные и получить ответы на интересующие нас вопросы.